МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В программе студия Байер Видеоспорт. Очередной европейский ралли-кроссовый уикенд 2012 года принимала Бельгия. На трассе автодрома Дювилсберг, что примерно в 100 километрах восточнее Брюсселя, участники чемпионата Европы проводили седьмую гонку сезона. Особое внимание болельщиков по традиции приковано было к пилотам так называемого королевского класса машин дивизиона Суперкарс, в котором уже после шести состоявшихся этапов лидерство захватил российский спортсмен и столист Татарстана Тимур Тимирзянов. Его основные конкуренты в борьбе за золото сезона тоже прибыли в Бельгию и отдавали себе отчет в том, что если здесь не остановить победного шествия Тимирзянова, то может быть уже поздно. Американец Таннер Фоуст, англичанин Леон Доран, француз Дэви Жени, норвежец Мац Лисен, да и партнер Тимирзянова по команде Кеннет Хансен Моторспорт, Александр Хваль не скрывали перед началом гонки своих намерений показать лучший результат. Тимирзянов в свою очередь считал, что на ближайших бельгийском и голландском этапах надо постараться лишить конкурентов чемпионских амбиций. Я рассчитываю показать на последние двух этапов хороший результат, чтобы можно было немножко расслаблено переехать на последние два этапа, чтобы не так нервничать и не так переживать за результат. Поэтому я постараюсь полностью выложиться на здесь в Бельгии и на этапе в Голландии. Посмотрим, как получится. Современный наставник Тимура, великий Кеннет Хансен, выигрывал на бельгийской трассе 8 раз в своей карьере. А первую победу Кеннет Хансен одержал здесь, в Дювилсберге, когда Тимуру было 4 года отруду. Теперь и Тимур Тимирзянов умеет в активе две победы в Масс-Мехельне. В 2010-м в зачете переднеприводных автомобилей и в 2011-м уже в Суперкарс. Поход за третьей победой, впрочем, начинался не очень удачно. В хронометрируемой тренировке на Ситроене ДС-3 Тимура Тимирзянова разбортировалось колесо. И показать лучшее время прохождения круга, разумеется, не получилось. Момент, конечно, неприятный, но не смертельный. Главное – выяснить причину инцидента и не допустить повторения его. Пока же перед началом первой серии квалификационных заездов Тимур Тимирзянов значился 12-м в текущем рейтинге пилотов дивизиона Суперкарс. Но лучшим на стадии хронометрии стал американец Таннер Фоуст. Неудивительно. Тем интереснее было проследить за противостоянием американца и россиянина, серебряного и бронзового призеров чемпионата 2011 года в Гонке. Конечно, только на дуэли Фоуста и Тимирзянова этап не строится, потому как еще как минимум 5-7 пилотов обоснованно претендуют на победу. В том числе и бельгиец Михаэль Деккерсмахер, показавший фронометрию второе время, и Франсуа Дюаль, который традиционно выезжает именно в Маас-Мехельни на арендованной технике. В 2012-м Дюаль ехал на Пежо от команды Жанна Люка-Полье. Продолжаем список французам Деви Жени, которому было важно показать хороший результат еще и для того, чтобы удачнее продать свой Ситроен С4. На стекле машины так и было написано «Продается». Достойной конкуренции следовало ждать и от норвежца Фрода Холта, который пропустил 6 этапов сезона, но его Вольво C30 известны своим серьезным нравом. Сам Фрод Холт объясняет свой пропуск сезона отсутствием достойного финансирования, так что пока в планах норвежца проехать Бельгию, Голландию, а дальше посмотрим. Неизвестность. В общем, кампания для проведения содержательных соревнований в дивизионе Суперкарств подобралась достойно. В заявочном листе 22 пилота, и они стали участниками первой серии квалификационных заездов. И первый старт обозначил бескомпромиссность в настрое пилотов. Из пяти стартовавших машин две нашли повод повздорить уже на первых стах метрах. В результате Форд Фокус Венгра, Палага, Босжака и бельгийца Йоса Янсена остались вне дальнейшей борьбы. Пострадавшим позже был признан Янсен, ну а виновником, конечно же, пилот из Венгрии. Победителем же первого заезда стал англичанин Энди Скотт, но его скорость прохождения дистанции явно не дотягивала до лидерской. 12-е время квалификации. Да, непривычно видеть машину Тимура Тимирзянова среди участников уже второго квалификационного заезда. Но вот они, отголоски неудачной хронометрии. Стартовал россиянин с первой дорожки в компании с Франсуа Дюалем, Сигом Оловым Вальферценом, Патриком Ван Мехелином и Петером Хёдстримом. Выгодная стартовая позиция сыграла немаловажную роль в борьбе Тимирзянова с Вальферценом в дебюте заезда. Россиянин возглавил заезд, оставив шведу вторую текущую позицию. Франсуа Дюаль парировал тем, что направился в Джокерлэб сразу на первом круге. Туда же поехал Иван Мехелин. Чью перспективу, в принципе, в этом заезде, ну, никак не назовешь радужной. По ходу первого круга дистанции Ситроэн ДС Тимирзянова выглядел настолько уверенно, что у болельщиков, собравшихся на автодроме Двивилсберг, и вариантов быть не могло по поводу того, кто победит в этом заезде. Второй и третий круги дистанции перестановок в порядке следования пилотов не произвели. Странно, но и Вальферцен и Хёдстрим оставили прохождение Джокерлэба на заключительный четвертый круг дистанции. Лидеру заезда Тимуру Тимирзянову на том же четвертом круге с солидным запасом удалось преодолеть Джокер, вернуться на основную траекторию лидером. А вот Вальферцен проиграл позицию Дювалю. Петер Хёдстрим, тот вообще не справился с Джокером маневром, поднял над трассой облако пыли и смазал тем самым себе первый квалификационный результат гонки. Сибирзянов же финишировался лучше на тот момент временем – 2 минуты 39,3 секунды. Задача конкурентов, стартовавших следом, была предельно проста – проехать быстрее, чем россиянин. Вот только выполнить эту задачу было делом непростым. В третьем по порядку заезде первой квалификационной серии дивизиона «Суперкарс» улучшить время Тимирзянова готовились француз Палье, норвежец Хваль, голландец Кайперс, норвежец Лиссон и чех Кутни. В стартовом секторе преуспел пилот, стартовавший с четвертой дорожки. Рискованный маневр Матса Лиссона подарил ему позицию лидера в заезде, тогда как Палье и Хвалю достались, соответственно, вторая и третья позиции. Но еще на первом круге ошибка француза на затяжном асфальтовом участке вывела норвежца на текущую вторую, а чеха на третью позицию. Павелу Кутни сезон 2012 года никак не занести себе в актив. Неизменный участник всех этапов накопил к седьмой гонке сезона всего четыре зачетных очка. В заезде первой квалификации перед чехом вроде бы забрежала надежда, но сам же Павел ее и убил. Развернулся у Фиесту на третьем круге дистанции, да так и остался недвижимым. Но норвежец Мац Лисен праздновал в заезде победу. Правда, время Лисена было на три с лишним секунды медленнее, чем у Тимура Тимирзянова. Четвертый заезд суперкаров в первой квалификации. На линии машины норвежца Фрода Холта, англичанина Лиама Дорана и бельгийца Деккерсмахера. Довольно напряженный дебют получилось исполнить этой троице. Только на выходе из первого поворота пилоты определились с позициями. Первый Деккерсмахер, второй Доран, временно третий Фрод Холт. Почему временно? Да потому что уже через сотню метров Вольво Ц-30 под четвертым номером остановился, и пилот вынужденно покинул автомобиль. Несколько взаимных ударов пилоты нанесли друг другу в борьбе за позиции на стартовом отрезке, так что вполне сход Фрода Холта мог стать следствием. В то же время сам Холт ударом загнул задний бампер машины Деккерсмахера, и теперь бельгийц-лидер заезда едет с дымком, покрышка колеса в контакте с кузовом. Вряд ли, конечно, это стало причиной того, что заезд Деккерсмахер не выиграл. Просто Лиам Доран был быстрее. Англичанин опередил на финише бельгийца на секунду с лишним, но время Тимирзянова и ему не удалось улучшить. Россиянин был быстрее, на две секунды. После финиша заезда Фрод Холт уверен был в том, что именно Лиам Доран помог ему сойти с дистанции ударом в левое переднее колесо, после которого согнулся рычаг и ехать стало невозможно. Что ж, последними, кому еще был шанс проехать быстрее Тимирзянова в первой серии суперкаров, были американец Таннер Фоуст и французы Дэви Жени и Грозе Джани. Стартовый рывок заметно лучше получился у Титроена С4 Жени. Американец Фоуст не извлек выгоды из выгодной позиции на старте, и этот промок аукнулся Таннеру. Он не смог по ходу четырех кругов дистанции результативно атаковать лидера. Француз настолько вдохновенно пилотировал свой С4, что шансов преследователи так и не заимели. Дэви Жени. Победа в заезде. Но до победы над временем Тимирзянова француз тоже не дотянул. 7 десятых секунды. А значит, Тимур Тимирзянов – лучший в первой квалификации дивизиона суперкар с бельгийского этапа чемпионата Европы 2012 года. Ну и чем не повод спокойно выспаться перед вторым решающим днем соревнований? Утром, вопреки прогнозам синоптиков, небо не было затянуто тучами, так что мучиться в грязи участникам гонки не пришлось. Итак, вторая квалификационная серия заездов дивизиона суперкар. С кому-то шанс включиться в борьбу за участие в финалах, кому-то возможность укрепить уже завоеванные позиции. В первом заезде, состоявшем из неудачников первой квалификации, за явным преимуществом победил норвежец Фрод Холд. Десятое время, конечно, не суперуспех, но все одно лучше, чем баранка. Теперь Холд один из кандидатов в финал категории «Б». Во втором заезде борьба была вроде бы понапряженнее, но лидерская скорость оказалась невысокой. Три круга из четырех тонн заезду задавал англичанин Энди Скотт, однако на финише первым оказался норвежец Петер Хёдстрим. «Шкода Фабия» Хёдстриму показала тринадцатое время квалификации, ну и как минимум в «Ц» финал должна была теперь пробиться. Туда же предварительно нарисовывалась дорога и британцу Скотту. Из состава участников третьего заезда серии потенциально сильнейшим был шведский голов Вальфрадса. И он это доказал отличным проездом четырех кругов дистанции. Невезучим же в заезде оказался Франсуа Дюваль. Бельгиец еще на старте травмировал левое переднее колесо своего бежо ударом о кузов Форда Фиесты Йоса Кайперса. Ну а Вальфрадсон уехал от преследователей и добыл для себя четвертое квалификационное время, которое в том числе и в «А» финал прямой выход подразумевает. Михаэль де Кирсмахер, Лиам Доран, Дэви Жени принимали старт в четвертом заезде, и этот заезд предполагался быстрее, чем предыдущий. Обладатель второго времени в первой квалификации француз Жени стартовал по первой дорожке, и выполнил все как надо. Он лидер заезда, ну а соперники тешат себя надеждой реабилитироваться по ходу дистанции. Наиболее вероятным вариант оказаться впереди Жени был у Дорана. На последнем круге француз ехал Джокер и все-таки успел на траекторию первого. Доран второй, Дэкирсмахер третий в заезде, и независимо от результатов заключительного заезда, эти три пилота имеют хорошие шансы квалифицироваться в финал А. Ну а завершал программу второй квалификационной серии заездов дивизиона Суперкарс, заезд с участием Матса Лисона, Таннера Фоуста и Тимура Тимирзянова. Есть первая очная встреча претендентов на титул в бельгийской гонке. Главное, в принципе, чистая борьба, то есть разобраться на трассе, не на стартом повороте, не в контакте, а именно по скорости, кто быстрее, кто лучше. Я думаю, если взять старт, то дальше будет проще. Так рассуждал о предстоящем заезде Тимур Тимирзянов перед стартом. И на деле получилось именно так, как планировал российский пилот. Его Ситроен ДС-3 выиграл старт, избежал контактной борьбы и покатил лидера. Американец еще на первом круге проехал Джокер Лэб и был заметно быстрее норвежца Матса Лисона. Так что, когда на третьем круге Лисон заехал в Джокер, было понятно, что в борьбу за победу он уже не включится. Развязка, как и предполагалось, случилась на последнем круге дистанции, когда Тимирзянову надо было проделывать путь по Джокер Лэпу. Маневр был исполнен без помарок, и Тимирзянов оставил Фоуста вторым после себя. Стоит отметить, что во второй серии Тимур проехал быстрее себя самого в первой на 0,3 секунды и по праву одержал квалификационную победу, тем самым заручившись выгодной стартовой позиции в первом ряду главного финала гонки. Что ж, теперь у Тимура Тимирзянова было более чем достаточно времени, чтобы и к финалу подготовиться, и автографы раздать бельгийским болельщикам. Статус лидера обязывает, как говорится. Далее в программе смотрите, как формировался состав участников главного заезда бельгийского этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу и как воевали финалисты за турнирные очки. А также о том, флаг какой страны был поднят выше других над подиумом. Подробности прямо сейчас в программе «Видеоспорт». В заключительной третьей серии квалификаций в дивизионе «Суперкарс» начинал из заезда, в котором норвежцев рода Холта соперники пытались не пустить в лидера. Но Холт прорвался на первую позицию, перепрыгнув, образно говоря, через машину венгерского пилота. Причем для «Вольво C30» Холта все закончилось в этом эпизоде удачно, а вот «Форд Фокус» из Венгрии без правой задней конечности вынужден был покинуть стрэк. Лидерство норвежцев в заезде продолжалось три с половиной круга, а потом объехал Холта Франсуа Дюваль. За ним и остался первый финиш. Впрочем, задачу минимум выполнили оба – и Дюваль, и Холт в б-финале бельгийского этапа. В принципе, и Петер Хёдстрим, и Жан-Люк Палье в случае успеха во втором заезде квалификации могли рассчитывать на попадание в финал категории «Б». Успехом для обоих можно было считать, скажем, шестое-седьмое время. Все для достижения результата у этой пары пилотов было. Палье лидировал, Хёдстрим шел вторым, вот только в концовке норвежец скоропостижно сошел с дистанции. Несомненно, эффектно, с элементами дрифта. А француз хоть и финишировал первым в заезде, но с одиннадцатым временем. А этого хватало только на «Ц» финал. В третьем заезде третьей серии участники решали более серьезные задачи. Оформлялись в том числе и ва-финалисты. Очередной победный старт в исполнении француза Де Вижени стал залогом его успеха и на финише. На протяжении четырех кругов француза преследовал бельгийц Михаэль Де Кирсмахер, но вариантов объехать действительно быстрого конкурента практически не было. Тем более, что сам Жени опять ехал очень вдохновенно и приехал с лучшим кульфикационным временем и путевкой в а-финал. Де Кирсмахер финишировал вторым и также пробился в а-финалисты этапа. Фоуст, Даран, Вальфрадсен, Грозет Жанин и Хвааль определялись со своим будущим в заключительном кульфикационном заезде. Первым определился норвежец Александр Хвааль. Уже через сто метров после старта его Ситроен Ц4 оказался вне борьбы. Но за лучшее место под бельгийским солнцем боролись американец Таннер Фоуст и англичанин Леон Даран. Конечно, под аплодисмент активного сопротивления шведости Олова Вальфрадсена и француза Жерома Грозет Жанин. Напряженный заезд все-таки удалось выиграть Фоуст. Второй финиш за Дараном и оба пилота в финале А. Грозет Жанин финишировал третьим, но квалифицировался на полпозицию Б-финала. Стиголов Вальфрадсен, хоть и был последним на финише заезда, но напрямую залез в А-финал благодаря успеху во второй квалификации. Последним в поддок с трассы добрался автомобиль Александра Хвааля. Неудача в третьей квалификации определила партнера Тимура Тимирзянова в «Ц-финалисты». Сам же россиянин, не участвовавший в заезде третьей серии, так рассуждал о выступлении своих конкурентов. В принципе, достаточно удовлетворен. По времени поехали они хуже, чем во второй серии. Может, трасса, конечно, ухудшилась, но видно, что начинает ошибаться. И была борьба между Дараном и Холосом. Чем-то лучше, но однокомандник, конечно, зашел, а видно, что будет финал бать. Да нет, Тимур, все-таки в «Ц-финале» выпало стартовать Александру Хваль. И в прямых конкурентах у него были и Палье, Коутни, Хёдстрим, Ван Мехелин. Но уже если не везет, то не везет до конца. Затолкали соперники Хвалья на первом повороте «Ц-финала» и вытолкали с траектории. А ведь, казалось бы, он почти лидер заезда. Поблуждать за пределами трассы пришлось и Жану Люку Палье. Во всей этой суете контактно из-за лидерства сумел зацепиться бельгиец Ван Мехелин. Неизвестно точно, сколько лет его «Субару-Импрезе», но каждый год Ван Мехелин выводит машину на старт бельгийского этапа чемпионата Европы и выступает в финальных стадиях. Главным виновником стартовых некорректностей судьи еще по ходу заезда признали норвежца Хёдстрима. Показали ему черный флаг. Ну а Патрик Ван Мехелин под овации бельгийских болельщиков добился права стартовать в следующем финальном заезде «Б» категории. Вторая путевка в «Б» финал досталась Чеху Павелу Кутни, и это тоже несомненный успех. Восемь машин в заезде финала «Б» – конечно, многовато, но, как считают организаторы этапов чемпионата Европы, зрелищнее. Так что у тех, кто принимает старт с первого ряда, несомненное преимущество. В Бельгии в «Б» финале впереди стартовали «Грозе Джанин», «Лисен» и «Кайперс» со второго «Гювали Скотт». Вот англичанину-то и не повезло первому. Его машину развернули еще на стартовом отрезке. Соучастник инцидента Фрод Холд. В лидеры уезжает «Грозе Джанин», за ним следуют «Гюваль», «Лисен», «Коутни», а вот «Кайперс» решает прокатиться «Джокер» траекторией. И угадывает с этим решением, потому как на следующем повороте «Лисен» ошибается. Его машину вынужден доворачивать «Кутни», а «Кайперс» тут как тут, с уже пройденным «Джокерлэпом» в активе. По ходу заезда все шло к тому, что француз и бельгиец, заполучившие первую и вторую текущие позиции в заезде, решат вопрос по выходу в пенал А. Однако в концовке «Пежо», на котором ехал этап, Франсуа Дюваль, стал приховаривать двигателем и терять темп. Так что основным претендентом на второй финиш стал «Юз Кайперс», вот что значит вовремя и удачно «Джокер» пройти. «Юз Кайперс» и «Жером Грозе Джанин» в Б-финале завоевали право стартовать в главном финальном заезде категории А бельгийского этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу 2012 года. Ну а основное внимание наше приковано к тем, кто стартует в главном финале с первой и второй позиции. Тимур Тимирзянов активно разминается перед стартом, на что с улыбкой обратил внимание Дэви Жени. Обозвал Тимура Тимирзянова спортсменом и высказал намерение наконец-то реваншироваться за поражение в сезоне, вернуть, так сказать, «должок» россиянину, на что Тимирзянов адекватно ответит. Тут все должны, знаешь, друг к другу, так что не разберешься сейчас. По ходу поймем, может кто-то в долги залезет еще, кто знает. Что ж, шутки в сторону, и пора начинать финальный заезд категории А бельгийского этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу 2012 года. В финальном заезде стартуют с третьего ряда Стеголов Вальфротсен, Швеция, Грозе Джанин, Франция, Йоскайперс, Италия, Михаэль Декирсмахер, Бельгия, Лиам Даран, Англия, Таннер Фоус, Соединенные Штаты, Дэви Жени, Франция и Тимур Тимирзянов, Россия. У Тимирзянова полпозиция на стартовой решетке финального заезда категории А, и он отправляется добывать позицию лидера в финальном заезде. Дэви Жени устраивается вторым по ходу движения. Таннер Фоуст ищет свое местечко, но он на внешней стороне траектории, и Дэви Жени выталкивает Таннера Фоуста в грунт. Нет, просто так американец не сдается и устраивает свой автомобиль третьим по порядку движения. Декирсмахер ловит отбойник, и, похоже, какие-то проблемы у Форда Фокус бельгийского пилота. Да, Декирсмахер вне игры на родном бельгийском этапе. Минус один пилот, семь остаются в заезде. Первая позиция за Тимуром Тимирзяновым. Вторая, ох-ох-ох, Дэви Жени уступил вторую позицию американцу Таннеру Фоусту, и это определенно сюрприз. На четвертой позиции Йос Кайперс на пятой Грозе Джанин. Стеголов Фальфротсон и Леандоран проезжали Джокер на первом круге, потому находятся на определенном отдалении от основной группы пилотов. Француз Дэви Жени определенно расстроен тем, что уступил вторую позицию Таннеру Фоусту, и на втором круге отправляется в Джокер Лэб, пропускает вперед Кайперса и Грозе Джанина, но держится уверенно, и потому есть перспектива у Жени занять призовое место в бельгийском этапе. Ну а пока на третий круг пилоты уходят в следующем порядке. Тимур Тимирзянов первый, Таннер Фоуст второй, Йос Кайперс третий, Грозе Джанин четвертый, но ни у Кайперса, ни у Женина, ни у Фоуста, и тем более ни у Тимирзянова нет пройденного Джокер Лэба. Вот он, Грозе Джанин отправляется в Джокер и явно уступает свою позицию соотечественнику Жени. На выходе из Джокера понятно, что еще и Стиголов Вальфротсен умещается впереди Грозе Джанина. Вот так напряженка в борьбе за призовые места и за лучшие очки. Нет, Грозе Джанин на следующем же повороте возвращает себе позицию утраченную, но дотянуться до подиума, конечно, будет французу трудновато. На четвертый круг пилоты уходят в следующем порядке. Тимур Тимирзянов первый, Таннер Фоуст второй, третий, Йос Кайперс четвертый, Дэви Жени. Йос Кайперс без пройденного Джокера, как и Таннер Фоуст. Но Таннер Фоуст на четвертом круге отправляется на дополнительную траекторию. И посмотрим. Да, сохраняет Фоуст вторую позицию. Не успевает опередить его Йос Кайперс. И это означает только то, что Кайперс-то в призы вряд ли попадает, потому как его преследует Дэви Жени, у которого уже есть пройденный Джокер Лэб. Далее Грозе Джанин, Лиам Даран и Сигула Фольфротсон, у которого явные проблемы технического плана с машиной. На последний круг Тимур Тимирзянов отправляется с заметным преимуществом над Таннером Фоустом. И это означает только одно, что следует прямо сейчас Тимуру проходить Джокер Лэб и уже практически решать все вопросы в свою пользу. Тимур Тимирзянов в Джокер Лэбе бельгийского Дювилсберга. И без помарок проходит эту дистанцию. Тимур Тимирзянов возвращается на основную траекторию первым лидером заезда. Вторая позиция вновь за Таннером Фоустом. Третья пока за Йосом Кайперсом. Четвертая у Дэви Жени, у которого сзади все спокойно, потому как едет соотечественник и он вперед себя англичанину уж точно не пустит. Тимур Тимирзянов на последнем круге дистанции. В 50 метрах Таннер Фоуст. Далее Йос Кайперс, но ему-то сейчас придется ехать в Джокер Лэб, потому и болельщики ожидают последней перестановки в заезде. Дэви Жени по основной траектории просто обязан объехать Йоса Кайперса. А вот уступит ли Кайперс еще позицию в финальном заезде? Посмотрим. Кайперс на Джокер Лэбе, Дэни Жени отправляется на третью позицию, Кайперс возвращается четвертым. Все равно несомненный успех и Кайперса, и Грозет Жанина, которые победили в финале «Б» и здорово поборолись с соперниками, которые напрямую пробились в финал «А» в квалификационной части гонки. Итак, Тимур Тимирзянов. Финиш. Победный финиш бельгийского этапа российского пилота. Вторым, клетчатую отмашку, увидел перед собой Таннер Фоу, Соединенные Штаты Америки. Третьим. Дэви Жени. Франция. Пока бельгийские организаторы готовят флаги для награждения, Тимур Тимирзянов приветствует болельщиков победным кружением и эмоциональным подъемом рук к небесам. Бельгийским небесам. Да, третий год подряд автодром Дьювилсберг в Мас-Мехелине становится поставщиком побед для Тимура Тимирзянова, который уже находится в объятиях команды Кеннета Хансена. Да, еще один шаг к европейскому ралли-кроссовому чемпионству сделан, но соперники так и не смогли отдать должки за поражение от россиянинов на предыдущих этапах. Реванша не случилось ни со стороны Дэви Жени, ни со стороны Таннера Фоуста, потому как сезон 2012 года в дивизионе Суперкарс, похоже, находится под контролем Российско-Шведского Союза Тимура Тимирзянова и Кеннета Хансена. На подиуме бельгийского этапа ралли-кроссового евросезона выше всех стоял российский пилот. Динамики исполняли российский гимн, а на ветру победно развивался флаг Отечества. Ровно через неделю Тимуру Тимирзянову предстояла гонка в Голландии, где, вполне возможно, пилот из Казани мог оформить досрочное чемпионство. Об этом и не только в ближайшем выпуске нашей программы. Это «Видеоспорт». Всем удачи, всем побед!